Всем привет, друзья, с вами Маламадрас, и сегодня мы с вами будем крутить рулетку в PUBG Mobile. Давненько уже не было ни опенкейсингов, ни рулеток на самом деле, да и, собственно говоря, это прошло бы мимо меня, если бы не один интересный момент. Зайдем мы в эту рулетку, она называется Joker Spin, то есть там даже есть классный ролик, который они придумали, да, в честь этой рулетки, и мы видим цирковых персонажей, таких жутких достаточно, типа Харли и Квинн, да, ну, блин, Харли и Квинн, Харли и Квинн и Джокера. Если честно, я не знаю, с какой вселенной это Джокер и Харли Квинн, как по мне, так это не самое лучшее его представление, ну, допустим. Не суть важна, короче, лично мне эти костюмы не понравились, то есть, ну, я не понимаю, вот это мне не нравится такая движуха, я думаю, что зайдет такой костюм для людей, которые вкачивали М416 шут. И, как я знал, до выхода рулетки здесь должна была быть прокачиваемая пушка, и я был на 100% уверен, что это будет шут, М416 шут, но нет, ребята, и это как раз есть та самая причина, по которой я буду крутить рулетку, и буду делать это доталово, и очень надеюсь, что я получу то, что хочу. И это у нас скин М16А4 Плоть и Кости, друзья. Если вы не знаете, что это за скин, то, наверное, вы играете в PUBG Mobile совсем недавно, год, потому что данный скин выходил, по-моему, во второй Хэллоуин, или в первый. Короче, М16А4 Плоть и Кости прокачиваемый, и это отличнейший скин, пожалуй, самый лучший скин на М16А4, который вообще есть в игре. И его, конечно же, в рулетке нет, представляете, то есть выбить его нельзя, его нельзя выбить, но его можно купить, и это очень круто, потому что, да, стоит он, конечно, 600 вот этой вот валюты, как мифический костюм, представляете, то есть здесь есть два мифических костюма, как вы поняли, женский и мужской, хотя чем они отличаются, так и не врубился, ну и парики, соответственно. Также здесь можно выбить, кстати, вот такой вот мотоцикл, здесь можно выбить рюкзак, ну и как бы сковородочка, кстати, довольно неплохая по выполнению, да, то есть сшита из каких-то элементов, и висюлька-пердюлька. То есть все остальное это у нас купоны и те самые очки, на которые я смогу купить себе вот эту М-ку. У меня не получилось выбить ее тогда, и я на самом деле был очень расстроен, она, по-моему, была вообще в кейсах тогда, и это самый топовый скин, поэтому прямо сейчас я буду за ним охотиться. И я надеюсь, что у нас получится его выбить максимально экономно. В нашем распоряжении будет 15,5 тысячи С, друзья, я думаю, что этого должно хватить. Ну а вы обязательно ставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на канал, если все еще этого не сделали. Итак, перейдем уже к рулетке. Тут я не сказал, что есть еще гаранты, там, ну, за 40 вот это, коктейль Молотова у нас, кстати, скин. Слушайте, по-моему, раньше не было скинов на коктейль Молотова, или мне кажется? Ну и дальше у нас гаранты за 80-80, за 120-100, хотя, казалось бы, 120 надо, и за 200-160, то есть больше половины стоимости М-ки или одного мифического костюма за 200 прокрутов можно получить в гарантии, да? Ну и надеяться на то, что выпадут еще монетки. Ну и давайте десяточку сразу прокрутим, точнее, за десяточку. Это первая анимация в день. Отлично. Ну и поехали по десятке. Ой, как же я хочу выбить, ребята, множество вот этих вот очков, да, именно вот этих шариков мне надо, потому что, ну, за счет них я только смогу получить тот самый костюм, тот самый скин на М-16-4. Блин, ну пока падают только купоны. Ну и, конечно же, если выбью мифик, я тоже не расстроюсь, потому что, потому что все-таки это мифик, пусть идет в коллекцию. Погнали в следующую десятку. Ну да, о, десять, отлично. Вот это, вот это круто, вот побольше бы сыпало по десять вот этих вот очков. Ну и по три, кстати, тоже неплохо. И я думаю, что мы за 200 прокрутов накопим. Нет, не точно. Давай, давай еще, еще. Ну, пойдет. Ну, кстати, смотрите, 16, да, получается. Даже 17, 17 за один прокрут. Ну, в целом норм. Давайте мы отключим анимацию и прокрутим пару раз. Мотоцикл. Да, да и чего. А я даже забыл, что здесь эти вещи есть, но очень приятно. Мне вот такая цветовая гамма вообще не нравится, кислотная. Поэтому я даже не пытался выбивать М4-16 шут. Но для коллекции пойдет, кстати. Почему нет? И, кстати, смотрите. Опять выпало, в данном случае, 16. Как они называются? Монет удачи. Мотоцикл. Три купона. И даже целый купон классического ящика. Кстати, смотрите, у меня их уже 124. И это только классических. Еще там других миллион. Так что я коплю, готовлю невероятно большой опенкейсинг. Ну и погнали еще 10. Здесь чуть попроще. Но, тем не менее, 13 вот этих ящичков. Ну, хорошо. Смотрите, у нас уже 51. А давайте сразу будем забирать гранты. Не вижу смысла что-то там откладывать. А то я однажды уже забыл. Так, хорошо. Коктейль Молотова есть. В принципе, неплохой, кстати. Поехали по 10. На самом деле, в этой рулетке нету никакой интриги. Она достаточно быстро вращается. То есть, я даже не успеваю понять. Да, бывают рулетки, у которых анимация чуть помедленнее идет. И ты такой, оп-оп-оп, там, ну вот могу выбить что-то, да. То есть, ты видишь, здесь это как слот. И ты не успеваешь даже сообразить, что ты выбил, что ты не выбил. То есть, здесь, наверное, вообще целесообразнее крутить все с пропуском, наверное. О, по треечка. Ну, либо, как бы, если ЮЦ-шек не очень много, то можно, в принципе, покрутить все с анимацией, да. Подержать кулачки. Вот 10, кстати. Слушайте, хорошо. Почти в каждую десятку падает по 10. И смотрите, сколько выпало. А, 2, 5, 6, 7, 20 за один раз, представляете? 20 за один раз. Это великолепно. Давайте еще два. Я не верю, конечно же, в смысл, типа, если так крутить два с пропуском, два без, там что-то произойдет. Ни хрена не будет, рандом. Но, тем не менее. Кстати, реально падает за каждый прокрут почти по десятке. Неплохо. То есть, мы уже имеем 100. Давайте возьмем гарант. Ушло уже 4000 ЮЦ. И у нас 178. Плюс гарантированно будет 100. Это бы 278. И 160. Это 300, 438. Ну, нормально, нормально. Ну, ладно, поехали. Второй мотоцикл, друзья, выпал. К сожалению, в этот раз очень мало монет. Зря я похвалил. Но выпал еще один мотик. Блин, лучше бы уж хотя бы какая-нибудь там висюлька, рюкзак или сковородка, да? То есть, хотя бы какие-то неповторки. Да, в этот раз что-то не очень. Слушайте, 5500 ЮЦ почти позади. И пока мификам вообще не пахло. То есть, к сожалению, его еще нет. Но у нас уже есть тут 84. Сейчас монетки. Давайте с пропуском. Давайте сейчас раза 4 с пропуском, наверное, сделаем. Ну, вот сейчас что-то перестало сыпать. Опять мотоцикл. Вот. Зато, кстати, смотрите, 2 по 10. То есть, 21, 22, 25, 28, 29 за один заход. Хорошо. Я как раз говорил раньше на рулетках, что вот постоянно какая-то одна шмотка сыпет повторками, да? То есть, так на кейсах, так обычно на рулетках. И у каждого open-кейсера это все по-разному. То есть, у меня мотоцикл. У кого-то, наверное, будет там из моих коллег рюкзак сыпать подряд, да? Серебришка тоже есть. Спасибо, что здесь вообще нет серебра, кстати, в наградах. Как правило, оно есть. Оно занимает все награды практически, кроме главных. Так, еще два раза, да? Мы договорились, по-моему, сделать. Ну, тут уже хуже. И пам. Блин, ну... Не, ну больше 10, когда сыпет, это уже хорошо. Давайте 100. Блин, слушайте, мы потратили почти половину бюджета. Еще будет 160. Это ровно 500. То есть, нам надо за эти 8000С 100 хотя бы монет нафармить. Ой, блин, это будет, возможно, тяжело, ребята. Но я очень надеюсь, что у меня получится. Ладно. Поехали. Так, давайте пока с анимацией. Блин, обидно, что-то перестали падать вот эти вот монетки. Прям я начинаю напрягаться, что мне не хватит сотки. Это будет очень обидно. Но должно хватить. О-о-о-о! Мифическая башка выпала. Конечно, она меня, если честно, больше пугает, чем радует. Но, тем не менее. Давай по десяточке, ну давай по десяточке-то выпади вот эту хрень. Отлично. Головной убор неоновый шут. Понимаю. Для коллекции очень даже неплохо, дорогие друзья. Пойдет. Но она реально страшная. Ну и как бы мало вот этих вот штучек. Так, это уже вторая была или первая десятка? Я, короче, уже запутался. Когда много ЮЦ-шек, ты запутываешься. Давайте еще туда десять так прокрутим. Вот я буду ржать, если мне еще костюм выпадет. Ух, здесь так хорошо так. Давай еще одну, родной. Я радуюсь монеткам, потому что они здесь у меня в большем приоритете находятся. Погнали еще два раза откроем вот так. Тут, видите, вот-вот-вот не дает, а? Ну тут уже получше. Так, и нам еще десять раз открыть, и будет гарант. Ну давай, поехали. И тут, так, отлично. И тут даже нету возможности, знаете, типа, о, выпало раньше, как у нас обычно в кейсах. Типа в рулетке там. О, выпало с десятого прокрутить. Тут нет, такого не может быть. Здесь нужно фармить вот эти штуки. Так, смотри, 548. Не, ну, в принципе, все не так плохо, ребята. Главное, сейчас случайно не кликнуть никуда. В принципе, все не так плохо, дорогие друзья. И 600 мы можем накопить. Я, конечно, понимаю, что целесообразнее. Может быть, кто-нибудь сказал бы, купи костюм Джокера. Нет, мне костюм Джокера мало интересует, честно. Если я его выбью, конечно, в рулетке здесь, это было бы прикольно. И это было бы честно, потому что 15000 УЦ, камон! Ну, сколько надо вливать, чтобы его выбить? То есть, ну, ладно, у нас уже есть башка, поэтому я, в принципе, большего особо здесь и не жду. Ну, вот, перестало сыпать, конечно. Но я думаю, нам хватит денег на то, чтобы выбить. Давайте еще 10. Ну, так, в общем и целом, неплохой дроп. То есть, у нас остается все меньше и меньше. Правда, блин, вот теперь у нас уже никаких гарантов не будет, друзья. То есть, здесь надо просто надеяться, что выпадет 37 монет за 3600. Ну, должно, должно, я думаю. Я думаю, должно, давайте. Бамс! Еще раз. Бамс! Давай еще хотя бы десятку, чтобы раз выпал. Опа! По украшению неоновой шутихой. Я уже забыл, что здесь есть какие-то награды, ребята. Вообще другие. Я реально забыл об этом. Вижу цель, не вижу препятствий, как говорится. Так, осталось 2000 ЮЦ и всего 14 монет. Поехали. Поехали. 14 монет. Не, ну, нам хватит, я думаю. Я думаю, должно хватить. Конечно, хотелось бы пораньше выбить, чтобы не весь бюджет вытряхивать, да? Ой, вот это гонка, конечно. Ну, и спрашивается, если, допустим, я залил 10000 ЮЦ, мы уже понимаем, что хрена лысого я бы ее выбил. Ну, еще три. Ну, нормально, нормально. Смотрите, окей. Две! Две не хватает, лол, что? Давайте, короче, еще последнюю без анимации. Просто бамс! Давай, две! Прикинь, не выбил бы. Отлично, ребят. Ну, все. Осталось, конечно, 900 ЮЦ. Не знаю, ни туда, ни сюда. И у нас есть 611 вот этих очков. То есть, можно было бы купить вот этот неонового шута, да? Как бы костюм в целом. Давайте зайдем в магазинчик, посмотрим еще раз на этот костюм. Да, подожди, мы тебя видели уже. Это женский костюм, ну, вообще, ну, нелепейший же вообще. Вот спина только прикольная. И мужской костюм. Ну, честно, мне прям вообще не нравится. Это прям не мои, не мои скины. Я более чем уверен, что они найдут своих зрителей. Учитывая, я знаю ребят вот из своего окружения, с их знакомых, которые с радостью бегают, там, с М416 шут, например. И они кайфуют от этого скина. То есть, я думаю, что им сюда зайдет. Я же выберу, конечно же, конечно же, я выберу М16А4 плоти кости, друзья. Возвращение легенды я назову, наверное, этот опенкейсинг, потому что это лучший скин. Ну, и, соответственно, у нас сейчас с вами еще... Не, можно было бы, конечно, на 900 прокрутить сейчас. Давайте прокрутим. Ну, вдруг сейчас мифик выпадет, а я как дурак, типа, его пропускаю. Давай, хоп. Окей. Ну, и 400 мы уже крутить не будем, потому что, ну, в этом нет смысла. То есть, хорошо, давайте возьмем вот этих, наверное, купончиков на максимум. Чисто, чтобы были кейсики. Мы... Что мы с вами выбили, друзья? Мы выбили башку. Это, ну, мифик, как бы, да? Мы выбили с вами висюльку, и мы выбили... Вибили, блин. Вибили с вами несколько мотоциклов. Но самое главное, что мы выбили, это М16А4. То есть, если в моей коллекции раньше самым топовым М16А4 был вот этот, то есть, древний шпион из РП, кстати, то сейчас это станет плоть и кости, друзья. И мы перейдем, конечно же, в повышение ранга. И это был не самый лучший ее вид. Так, кстати, у меня есть эти детальки. Смотрите, продвинутый... Вот у нас такой базовый вид. Эффект убийства у нас. Зелененькие косточки разлетаются. Дальше продвинутый вид. Вот он такой. Сообщение о выбывании, да? Спецэффект падения, попадания. То есть, зелененькие косточки разлетаются. Это, кстати, крутой эффект. Ну и окончательная форма. Ящик забычи, кстати, тоже очень хороший. Никогда в жизни вообще его не встречал. Я вам больше скажу, эта винтовка настолько редкая. Не потому, что его выбить нельзя было. А потому, что в то время не так много людей открывали кейсы. Это было реально какой-то, знаете, нонсенс, да? Что кто-то там вкинул 10-15 тысяч ЮЦ. Сейчас уже поголовно все открывают. И все новейшие прокачиваемые пушки можно встретить очень часто в катке. Когда стабильно в катке кто-нибудь с новой пушкой. Эту вот, как часто вы видели вот такую винтовку в киллчате, да? И, ну, учитывая, что стаблка еще почти никто не ходит. И вот такой ящик с добычей. Я никогда не видел. Ни разу. Ни разу не видел такого ящика. Ну и, конечно, до окончательной формы хотелось бы вкачать. Потому что, посмотрите, вот такая, да? И вот такая. Это лучшая М-ка. М-16А4, которая была в истории PUBG Mobile. Конечно, я бы еще какое-нибудь свечение добавить. Ну что, я могу вкачать 2, 3, это 5, плюс 4, 9. Я могу вкачать ее до киллчата. И, кстати, я это, наверное, сделаю. Потому что... Потому что. Потому что это моя любимая винтовка. Это... Я мог бы... Я знал, что не нужно вкачивать калаш сейчас пока. Потому что я не самый фанат калаша, да, в игре. И не М-16А4 уж тем более. Но данный скин, друзья мои, это то, что мне нужно. И настала, так сказать, у Маламадраса эра игры с таповкой, ребят. Придется привыкать к ней, что я могу сказать. Может быть, это оружие не такое уж плохое. Вот такая у меня М-ка. Осталось 5, плюс 6. 11 для максимального. И 18 для такого гробика. Это крутая тема. Я уверен, что я сделал все правильно. Ну что, друзья. На этом Open Casing подошел к концу. Точнее, рулетка. И я надеюсь, что это вращение вам понравилось. Тогда обязательно ставьте лайк этому ролику. И подписывайтесь на канал. А также пишите свое мнение по поводу этого скина Плоти Кости. Ну и с вами, как всегда, был Маламадрас. Увидимся в новом видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok